Так, ну что, коллеги, добрый вечер. У нас с вами сегодня семинар посвящен такой общей теме управления временем на проекте управления сроками. И маленькая частная тема – это буфер проекта, то есть это защита расписания от потенциальной неопределенности. Меня зовут Павлова Елена, я преподаватель учебного центра «Специалист» по направлению управления проектами. И в центре «Специалист» курсов по управлению проектами много, линейка широкая. Процентов 80, наверное, всех курсов посвящены стандартам проектного программного портфельного управления, которые описаны институтом PMI в виде книжек, стандартов, руководств и так далее, и так далее. И управлению временем в нашем центре посвящено несколько курсов. Конечно, такой стартовый курс – это методология управления проектами на основе руководства PMBOK. Это теоретический методологический такой системообразующий курс, который рассчитан на 24 академических часа. Но это 24 часа на весь PMBOK. И, конечно, мы за это время успеваем обсудить общую системную картинку. А вот тогда, когда речь доходит до, собственно, практики, до прикладного использования каких-то отдельных вопросов, здесь в нашей линейке представлены несколько прикладных, собственно, курсов, на которых можно порешать задачи, решить какие-то кейсы, обсудить какую-то свою живую актуальную ситуацию. И эти прикладные курсы посвящены и управлению командой проекта, и управлению рисками на проекте, управлению качеством. И вот один из таких прикладных курсов, он, кстати, стартует на следующей неделе с понедельника по вечерам, это, собственно, календарное планирование контроль проекта на основе принципов, которые описаны в руководстве PMBOK, и с использованием разных инструментов, мы не только Microsoft Project используем. И, собственно, вот тема нашего сегодняшнего семинара, она из этого курса, я к курсу потом чуть-чуть попозже вернусь, но в любом случае это календарное планирование, это контроль сроков, да, то есть это вопрос управления временем, причем не в теоретическом, не в методологическом разрезе, да, а в таком очень прикладном. И мы на этом курсе рассматриваем вопросы управления временем с нуля до такой, ну, довольно интересной математики. И я напомню, что управление временем в жизненном цикле проекта начинается с самого начала, и, собственно, является сквозной темой для всех фаз жизненного цикла. Если говорить о первой фазе, когда основной акцент стоит на инициации проектов, это очень крупная верхнеуровневая оценка такого общего времени выполнения проекта. То есть руководитель проекта может вместе с экспертной командой дать в целом оценку того, сколько может занимать подобный проект с учетом, ну, уже имеющихся на тот момент входящих данных. А дальше, если вот этот вот срок описанный, общий, крупный, верхнеуровневый срок, описанный в уставе проекта, если он будет принят и стороной исполнителя, и стороной заказчика, дальше, конечно, этот срок нуждается в уточнении. И уточнение – это и процессы оценки расписания, и это инструменты разработки расписания. Ну, то есть сначала речь идет о детальной оценке, а затем о всевозможном перепланировании этих сроков. И речь ведь идет в оценках проекта не только об оценках временных. Руководитель проекта работает со всеми ограничениями. Ограничения по рисунку, по стоимости, по качеству и так далее, и так далее. Но время в ряду прочих ограничений занимает особое место, потому что время – это, наверное, самый такой ценный ресурс на проекте, и, наверное, самое сложноуправляемое ограничение, потому что оно неумолимо движется из прошлого в будущее, его как деньги не получится куда-то сложить в копилку и оттуда потом из этой копилки достать. Время не получится, в отличие от денег, например, взять в кредит. Ну, на самом деле и накопить, и взять в кредит тоже можно, но косвенно, через другие ограничения. И поэтому именно это ограничение, оно подвергается всегда особому вниманию, особый фокус внимания, ну, и на оценках, и на разработке, собственно, расписания. И мы рассматриваем на этом прикладном курсе каждый из вопросов по отдельности. Я напомню, что оценки времени на проекте представлены несколькими процессами в руководстве. Это исходя из требований иерархической структуры работы, определения операций и определения контрольных точек. Здесь мы уже можем знать и понимать, ну, собственно, какие работы нужно выполнить для того, чтобы в конце концов получить результат проекта, и понимаем, какие endpoints, что называется, на milestones, контрольные события ожидают нас на всем пути проекта, во всем плане проекта. Дальше эти операции связываются в хронологическую цепочку, хронологическую последовательность. Оцениваются для операции ресурсы и оцениваются, исходя из выделенных ресурсов, это и объемы оборудования, объемы трудовых ресурсов, объемы работы тех специалистов, которые выделены под проект, оценка длительности. Ну, то есть есть понятие объема работы, мы оцениваем длительность операции, инструментов оценки длительности много всяких разных. Один из них – это оценка по трем точкам, та, которая предполагает наличие какой-то предыдущей исторической информации, может носить форму экспертной оценки, но это в любом случае уже в это время происходит какая-то оценка неопределенности на будущем проекте. И защита проекта от этой неопределенности. Сами по себе три точки, которые заложены в перт-анализ, оценка пессимистическая, оптимистическая, наиболее вероятный точек, это тоже один из вариантов, по сути, резервирования времени на проекте. Но это все процессы оценки расписания. То есть, в конце концов, мы получаем, выполнив вот этот набор шагов, мы получаем то, что называется такая первая версия расписания. А дальше включается, так, на полную мощность, включается следующий процесс, который называется разработка расписания. И тут тоже свой набор инструментов. Есть, это и метод критического пути, который на теоретическом курсе мы обсуждаем в общем, а на прикладном, вот этом календарное планирование, контроль сроков проекта, уже на уровне задачи, кейсов, расчет ранних-поздних дат, расчет общих и свободных временных резервов. Это и метод критической цепи, про который, наверное, по большей части будем сегодня говорить. Это и инструменты сжатия расписания, тогда, когда есть необходимость оптимизировать сроки, проекта, это и устранение дефицитов ресурсов, выравнивание загрузки ресурсов. И один из инструментов, который на самом деле есть и в оценке длительности, и в разработке расписания, это анализ резервов. Ну, то есть это один маленький частный вопрос, но он невозможен без всех предыдущих. Анализ резервов, собственно, те самые буферы, которые мы закладываем для того, чтобы защитить наш план, защитить наше расписание от неопределенности, от рисков, которые будут происходить, наступать. И вот в этом смысле, ну, на сейчас сложилась такая общая ситуация по отношению к резервированию времени на проектах. Есть в общемировом таком профессиональном сообществе тех, кто занимается управлением проектами, два основных подхода. Один из этих подходов обозначают как, ну, такой традиционный, это, собственно, метод критического пути в сочетании с пертоанализом. То есть у нас есть последовательность операций, у нас есть оценка длительности операций, учитывающая пессимистическую, оптимистическую, наиболее вероятность, рассчитанную либо как среднее арифметическое, либо с распределением весовых коэффициентов, то, что выражается в длительности отдельных операций, в длительности всего критического пути, и мы управляем этим критическим путем, по сути, уже какими-то заложенными резервами. Это один подход. А второй подход к резервированию времени, это то, что, ну, такие евангелисты называют методом критической цепи, и это словосочетание «Критическая цепь», оно было введено в 97-м году Голдрэтом. Голдрэт – автор теории ограничений, ну и, собственно, автор книжки «Критическая цепь» в контексте управления проектами. По почти всем из этих вопросов у нас уже есть записанные отдельные вот такие минут на 45-60 семинары, семинары их можно найти на канале «Специалист.TV» на YouTube, и по перт-анализу, по выравниванию загрузки ресурсов, и по истории метода критической цепи. Но сегодня нам это все интересно в разрезе, собственно, буферов проектов. И вот этот традиционный подход, critical path, метод критического пути в сочетании с пертом, и, ну, такой условно нетрадиционный, ну, по крайней мере, он эволюционно, конечно, более молодой, с 97-го года живущий метод критической цепи, их противопоставляют. Собственно, евангелисты критической цепи, они отчаянно критикуют вот этот традиционный подход. Да, ну, напомню, что критический путь, на критическом пути длительности операций уточняются перт-анализом, пессимистическая, оптимистическая, наиболее вероятная оценка, три точки берутся на основании исторической информации или экспертной оценки, и буферы проектов с таким подходом, они закладываются в каждую из операций. То есть каждая из задач, лежащих на критическом пути, содержит в себе значительный резерв по времени, ну, поскольку с максимальным весом учитывается такая наиболее вероятная оценка длительности, и, в общем, учитывается и пессимистический, и оптимистический сценарий развития событий, то есть риски в длительностях отдельных операций, они уже учтены. В отличие от подхода, который обозначают как критическая цепь, здесь все по-другому, здесь по-другому все и в оценке длительности, и в подходах к закладыванию вот этих вот запасов по времени. Собственно, почему появилась идея критической цепи, и почему критикуют вот этот вот подход, да, критический путь с перт-анализом? Здесь оснований для критики несколько, и, ну, в общем, наверное, все оправданы, и во всевозможных статьях про критическую цепь вы встретите такие обозначения, как, ну, эффект, который называется студенческий синдром. Если мы начнем закладывать буферы, резервы по отдельным операциям, то это будет включать для наших исполнителей, ну, такой эффект экономии собственного ресурса, если они понимают, что срок этой задачи, нормативный срок, такой наиболее вероятный достижимый срок 10 дней, а срок, который заложен в план проекта 12 дней, да, то есть с учетом уже какого-то запаса по времени, вряд ли они будут экономить эти два дня, и даже при не наступлении никаких рисков, скорее всего, они будут сдавать результат по своей операции, по своей задаче ровно к обозначенному сроку. Ну, то есть это, в свою очередь, будет приводить к тому, что, в общем, резервы даже без наступления рисков, они будут расходоваться, использоваться по мере выполнения операции на проекте. Еще такое, один из, такое основание, да, для критики этого подхода, это, ну, например, фокус на запланированных датах начала и окончания задачи. Раз мы заложили резервы по отдельным операциям, значит, здесь руководитель проекта уже во время контроля проекта, он вынужден будет обращать внимание на то, когда начинается и заканчивается каждая из операций, и на то, насколько не срываются сроки по операциям критического пути, потому что, там, откладывание сроков любой критической задачи, конечно, сразу приводит к задержке общего срока проекта. У нас общего буфера для проекта при таком подходе нет, да, то есть мы резерв использовали на предыдущих операциях, несмотря на то, что риски не наступали, а дальше, когда они наступят, нам уже просто опаса, заложенного в отдельной операции, нам его просто-напросто не хватит. И вот, в общем, предлагают специалисты по управлению проектами пойти другим путем. Другой путь – это как раз метод критической цепи. Для того, чтобы понять, что это такое, придется, кроме PMBOK, много дополнительной литературы почитать, потому что критическая цепь в PMBOK, она определена, собственно, одним абзацем, критическая цепь проекта – это критический путь с учетом ресурсных ограничений. И, ну, поскольку специалисты такое большое количество литературы частенько не в состоянии осилить, а свой, да, почитать вот эти, собственно, первоисточник, книжку Голдрата «Критическая цепь», почитать все эти статьи, которые поясняют, что это такое, отсюда берется очень многозначное толкование вот этого словосочетания. И если вам повезет когда-нибудь встретить там в профильной группе, где-нибудь в социальных сетях дискуссию на тему критической цепи, то становится очевидным, что каждый понимает, кому что удобно под этим словосочетанием, а на самом деле это, ну, ведь очень такой четкий, точный инструмент. И для того, чтобы последовательность некоторой операции с оцененными ресурсами и с какими-то длительностями называлась все-таки критической цепью, должно быть соблюдено несколько условий. Ну, во-первых, критическая цепь – это критический путь все-таки. То есть критическая цепь, она не строится на проекте никаким отдельным образом, она строится на основе того же, что мы сделали до сих пор, на основе той самой хронологической последовательности операции, учитывающей технологические связи между ними, на основе оценки ресурсов и на основе оценки длительности. Но оценка длительности в критической цепи происходит по-другому, не так, как в PERT-анализе. PERT – это три точки, это весовые коэффициенты, а критическая цепь предлагает уменьшить оценочное время выполнения операции на 50%, то есть буквально сократить в два раза. Причем, ну, тоже часто возникает вопрос, какую из оценок сокращать на 50%. У нас есть оптимистическая, у нас есть наиболее вероятная, у нас есть пессимистическая оценка, при наихудшем стечении обстоятельств. Так вот, на 50% сокращается как раз пессимистическая оценка операции. У нас есть какой-то пессимизм в исторической информации, или кто-то из экспертов его озвучил, и мы его сокращаем в два раза. Это первое условие. То есть, во-первых, это цепочка операций с сокращенными длительностями. И в этом смысле хорошая такая показательная диаграмма, минимальное максимальное время, наиболее вероятная оценка длительности. Если говорить о перт-анализе, то мы с учетом распределения весовых коэффициентов эту длительность операции оцениваем и получаем безопасную оценку с такой 85-90% уверенностью в завершении проекта вовремя, правда, начинаем расходовать эти резервы по всему критическому пути. А вот критическая цепь – это такая агрессивная оценка. То есть, вот они те самые 50% от пессимистической оценки, 50% длительности операций. В этой диаграмме тоже хорошо видно, что риски на проекте положительные, такие позитивные и негативные, они немножко по-разному распределяются. Это не совсем нормальный закон. Здесь пик распределения смещен вправо, ой, в левую, извините, то есть правый хвост, он всегда больше левого. И на больших проектах, на больших последовательностях операций этот закон на самом деле стремится к нормальному, это распределение стремится к нормальному. И мы в критической цепи учитываем ту самую агрессивную оценку. Это первое условие, чтобы это называлось критической цепью. Второе условие, которое должно быть соблюдено, оно не учитывается методом критического пути, это вопрос выравнивания загрузки ресурсов. То есть все-таки критическая цепь – это с учетом ресурсных ограничений. И это последовательность операций критического ресурса. Ну то есть это самая длинная цепочка операций, которая представляет собой последовательно выполняемые работы самого ограниченного ресурса. Это второе условие. У нас критический путь, он не учитывает ресурсные ограничения. А третье условие – это как раз подход к тому, как закладывается буфер проекта. То есть мы с одной стороны в критической цепи взяли в оценку длительности операции агрессивную оценку, то есть 50% от пессимистической оценки длительности. И, конечно, нам надо защищать и такое расписание буфером тоже. Так вот, по методу критической цепи этот буфер безопасности, он закладывается в самый конец некой псевдооперации, которая обычно так и называется – буфер проекта или project buffer, а также как семинар наш называется. И дальше служит в общем запасом для компенсации каких-то наступающих рисков. То есть гасит наступающие риски, если нет возможности сжать расписание, добавив ресурсы или как-то еще сократив скоп или пересмотреть исследовательность технологическую. Вот такая псевдооперация, псевдозадача. И это называется буфер проекта. Собственно, как будет выглядеть разница между критическим путем и критической цепью. Вот такая иллюстрация, такая картинка. Сверху критический путь, а снизу критическая цепь. Для одного и того же набора операций, для одного и того же набора ресурсов. Критический путь 56 дней, критический путь с учетом ресурсных ограничений. Это критическая цепь, 68-дневный. Здесь несколько операций. ABCDE – это ресурсы. То есть один и тот же человек, который обозначен здесь как цепь, он выполняет две сходящиеся, параллельные, однородно происходящие операции, каждая по 16 дней. Соответственно, если учесть ограничения по ресурсам, у нас на какой-то срок увеличивается критический путь. Это первый шаг в направлении построения критической цепи. Мы агрессивно оценили длительность операции и выровняли загрузку ресурсов. А дальше мы начинаем оценивать вот те самые буферы. И это не только общий буфер проекта, но это еще и по теории критической цепи, это еще и питающие буферы. Что такое питающие буферы или филинн баферс, которые обозначены так на языке оригинала? Это тоже буферы, собственно, тоже резервы, запасы, которые добавляются в смежные, параллельные с основной критической цепью, параллельные цепочки. То есть вот эти вот питающие буферы, они призваны защитить критическую цепь от параллельных, смежных каких-то процессов, которые происходят. Таких параллельных веток на проекте может быть много. Критический путь, он учитывает только самую длинную ветку. Ну а эту самую длинную ветку надо защитить от того, что недлинные, те, которые покороче, они могут, однажды исчерпав свой общий временной резерв, тоже начать влиять на общий срок проекта. Причем этот питающий буфер, он не совпадает с общим временным резервом этой операции. Он может быть больше, чем общий временной резерв. То есть нам надо правильно заложить и эти запасы тоже. И вот по сути следующий вопрос, который возникает, это определение величины этого буфера. На самом деле и буфера проекта, и питающих буферов для параллельных цепочек. Принципы для расчета размера буфера и всего проекта, и питающих буферов, принципы одинаковые. Что говорит критическая цепь? Как рассчитывать величину этого буфера? Есть несколько на самом деле подходов. Один, наверное, самый простой, тот, который описан в первоисточнике у Голдрата, это сокращение времени защиты в буфере проекта в два раза. То есть, ну по сути, что мы сделали? Мы взяли весь критический путь, сократили на 50%, сократили в два раза длительности до агрессивных оценок, просуммировали все сокращения и добавили вот этой вот псевдооперации в самом конце буфером. Но только 100-дневный проект мы до 50-дневного сократили, и мы не 50 дней буфера добавляем, а 25, в два раза меньше. То есть, это сокращение времени защиты проекта в два раза. По сути, у нас критическая цепь с буфером будет выглядеть примерно следующим образом. Те же самые 68 дней критической цепи, по сути, тот же самый набор операций, тот же самый набор параллельных операций, параллельных веток, и к этому 68-дневному сроку, для того, чтобы посчитать плановую дату окончания проекта, добавляется такой 34-дневный срок, половина от всей критической цепи. На самом деле, размер питающих буферов, он определяется точно так же. И в этом случае нет, в частном случае, а в общем случае, то есть на уже каких-то реальных расчетных проектах, может оказаться так, что вот эта параллельная смежная цепочка, она начнется раньше, чем задача основной критической цепи. То есть, после добавления питающих буферов, вполне возможно, у нас перестроится общая критическая цепь проекта. Вот в этом смысле питающий буфер и общий временной резерв этой параллельной веточки, параллельной цепочки, они могут не совпадать, они могут различаться по значениям. Это самый простой подход, то есть просто взять половину. Действительно, этот подход описан у Голдротта, и за ним стоят несколько таких правил статистики, собственно, почему именно так обрабатывается эта величина и почему она рассчитывается. Это уже можно поискать статьи на эту тему или почитать, собственно, сам по себе первоисточник. Еще один подход к определению величины буфера, он тоже основан на правилах статистики. Его можно найти в книжке Лоуренса Лича «Вовремя и в рамках бюджета», где он описывает, собственно, такую интерпретацию этого метода критической цепи, тоже с разных точек зрения, с разных сторон, и в том числе там есть вопрос, конечно, определения размера этого буфера. Это квадратный корень из суммы квадратов отклонений по отдельным операциям. Ну, то есть это не половина от отклонений по отдельным операциям, да, просуммированных, а квадратный корень из суммы квадратов. То есть эта величина будет меньше, чем вот эти вот 34 дня. Ну и тоже Лоуренс Лич, он описывает, какие правила статистики за этим стоят, и по большому счету для того, чтобы, ну вот, посчитать по Голдрату буфер проекта, в принципе, устного счета достаточно, для того, чтобы извлечь квадратный корень из суммы отклонений распределений, тоже там интересно все это рассматривается, да, это отклонение пессимистической оценки, не пессимистической, а наиболее вероятной оценки от средней, да, от средней арифметической. Для этого понадобится, ну, скорее всего, просто калькулятор. А вот еще один подход к определению величины буфера, это, ну, собственно, моделирование метода Монте-Карло. Если у нас есть, опять же, ну, некие нормативные оценки длительности операции, у нас есть нормативная оценка длительности всего критического пути, мы можем воспользоваться всякого рода моделированием. Сегодня мне хочется показать несколько таких инструментов, которые можно, ну, так, на уровне, собственно, быстрого старта использовать для моделирования, потому что если просто почитать тоже руководство PMBOK или почитать статьи по Монте-Карло, то может показаться, что это там какое-то сакральное знание, которое доступно немногим. На самом деле, для того, чтобы воспользоваться моделированием по методу Монте-Карло, ну, понятное дело, что придется, конечно, вникнуть во всякие тонкости, собственно, в описание характеристик собственного проекта, но на уровне инструментальном это совершенно несложно. Например, если уж речь идет на этом прикладном курсе про Microsoft Project, например, можно воспользоваться такой надстройкой, которую разработали, это наша компания, PM Consulting Services, надстройка Turbo Planner для проекта. Есть, ну, вы видите, да, ссылка на сайт этой компании, собственно, на страницу для скачивания и установки этой надстройки. В общем, сам по себе процесс скачивания и установки, он выглядит очень просто. И, конечно, есть описание и всех инструкций, описание там, все видеоролики, да, как пользоваться этим функционалом, разница между бесплатной редакцией и платной, ну, и так далее, и так далее. Все это можно посмотреть и почитать. Но если вы просто хотите попробовать быстро, как это происходит, все это минут пять. Скачивается сама по себе надстройка, она устанавливается, запускается, и, собственно, в Microsoft Project появляется вот такая вкладка, которая называется Turbo Planner, с возможностью, разными возможностями, да, и возможности обменных форм, то есть это обмен данными между Project'ом и Excel'ем, это и возможности при выравнивании загрузки ресурсов использовать ресурсные связи, ну, и в том числе здесь есть такой модуль управления рисками. Собственно, это расчет рисков по методу Монте-Карло. И вот эта надстройка, она делает от 50 до 250 прогонов циклов расчета, ну, то есть это же моделирование, это не три точки, как в перт-анализе, это 50 точек, да, или 250 точек. Какие-то другие модели делают оценку сотен тысяч, да, таких проб, модели в пределах заданных каких-то пользователям распределений. Очень похоже на перт, но только, понятное дело, что это уточняется, и это уточняется большим количеством проб. И есть возможность по методу Монте-Карло в этой надстройке не только время, но и деньги посчитать. Это, кстати говоря, такую возможность дают многие надстройки. Ну, вот здесь видно, что под расчет длительности заложено несколько, зарезервировано, да, несколько настраиваемых полей в проджекте. Глительность 1, 2, 3, да, то есть если нам надо рассчитать длительность каких-то отдельных операций. Я возьму, здравствуйте, ага. Возьму такую условно какую-нибудь операцию, например, по выполнению ремонта. И я хочу посчитать, какой мне резерв закладывать, знаю при этом пессимистическую, оптимистическую, наиболее вероятную оценку длительности. Я могу воспользоваться этими полями. То есть это поле длительность 1. Это что оптимистическое, да, если я правильно помню оценку. Длительность 2. Это наиболее вероятная или ожидаемая, как она названа в этом модуле. А длительность 3. Это пессимистическая оценка. Ну и, соответственно, задать там на основе, опять же, исторической или экспертной информации этот разброс, там, условно говоря, у меня по оптимистической оценке ремонт длится 20 дней, а большой ремонт по ожидаемой или по наиболее вероятной, чаще всего так происходило, если мы несколько подобных проектов уже делали 30 дней, а пессимистическая, помню, что правый хвост, он больше всегда данных, например, 60 дней. Так, соответственно, можно для всего проекта, то есть для каждой операции задать вот эти диапазоны и дальше воспользоваться расчетом. Мы устанавливаем вероятность достижения срока в ту, которая нам интересна. Если это 50% вероятность, то есть это высокий риск, это та самая агрессивная оценка длительности, запускаем расчет. Мы получаем, в общем, небольшую разницу от ожидаемой оценки 37 дней. Если мы, в принципе, по 30-дневной длительности запланируем весь проект, мы 22 февраля закончим. В общем, уже даже с уточнением до такой-то 50% вероятности достижения этого срока, это будет уже не 22 апреля, это будет уже 5 марта. А если нам уверенность нужна повыше, ну, то есть не 50, а 75, 85% риска, то это и не 5, а в данном случае уже 13 марта. Мы понимаем, что у нас относительно исходного, расчетного, ожидаемого, ну, или пессимистического, сокращенного в два раза срока, в данном случае одной операции, но на большом проекте всех операций, нам надо заложить относительно 30 дней, заложить, ну, как минимум 13 дней резерва, запаса. Это даже немножко меньше, чем по правилу Голдротта. Собственно, если брать Голдротта, да, то закладывая 30-ти срока, мы должны 15 дней буфера проекта заложить. Сейчас мы посчитали, да, не 15, а 13 дней. Ну, и тот же Лоуренс Лич, если его внимательно почитать, он говорит о том, что если пользоваться подходом, вот таким он очень простой, конечно, подходом Голдротта, то буфер проекта, он может оказаться даже несколько завышенным, особенно на больших проектах, потому что на больших проектах вероятность наступления рисков на всех задачах, она мала, да, потому что мы оцениваем риски для каждой задачи, а они не на всех наступят. Ну, поэтому не 15, а 13 дней. Это один из вариантов, да, как это можно сделать. Еще один вариант, если, например, в принципе, проекта нет под рукой, можно воспользоваться одной из моделек, которая создана довольно давно, создана для Excel. Эта моделька называется Riskology. Авторы этой модели – Том де Марко и Мателлистер. Имя Тома де Марко, ну, наверное, известно вам по таким романам, по управлению проектами, про вальсы с медведями, про дедлайны. Он, в общем, продолжатель в этом смысле Голдрата, описание каких-то теорий менеджмента, концепций менеджмента языком бизнес-романов, ну, и вот в том числе они когда-то в свое время создали вот такие симуляторы. Такой он в нескольких версиях, в нескольких редакциях существует. Ну, вот сейчас актуальная, да, вы можете увидеть, да, по ссылке на страницу для прямого скачивания, что это версия четвертая. Отсюда же есть прямая ссылка на их основной сайт, такая гильдия системных аналитиков, да, в управлении проектами. Если скачать этот симулятор, тут же есть и User Manual, то это, ну, на самом деле, такая очень простая таблица в Excel. Она есть переведенная и на русский язык, ну, а, собственно, изначально-то она, понятное дело, на языке оригинала. И, собственно, если почитать такой мэниел, да, к этой модельке для Excel, то здесь становится понятным, что это такой достаточно простой симулятор, который делает 500 прогонов для каждого проекта. Но здесь, правда, речь идет не об отдельных операциях, а обо всем проекте, с возможностью включения-выключения всякого рода рисков. Пять из них включены по умолчанию. Это риски, там, изъянов календарного планирования, текучести персонала, изменения скопа, нарушения спецификаций и низкой продуктивности сотрудников. И работает эта модель как раз по методу Монте-Карло. Соответственно, открываем эту модель, да, это тоже к вопросу о быстром старте. На самом деле, не так много телодвижений надо для того, чтобы, в принципе, там, посчитать, уточнить, да уточнить размер буфера вот этим вот методом моделирования. Да, задаем название нашего проекта, задаем даты начала и оптимистическую дату окончания, то есть в нашем случае это, например, январь 2019 года и февраль 2019 года. А дальше задаем, как и в Перте, задаем для каждого из рисков, да, изъяны календарного планирования, текучесть персонала и так далее, и так далее, диапазон и задержек тоже наихудшая, наилучшая и наиболее вероятная задержка. Можно, в общем, воспользоваться вот этими рекомендуемыми параметрами, потому что, ну, понятно, сейчас на уровне такого простенького кейса не будем вникать в то, от чего это зависит, на какие характеристики проекта на это влияют. Я просто возьму 50, 20 и 0. Один из рисков, которые являются обязательными, он не бинарный, собственно, да, то есть он не предполагает вот этих диапазонов, он оценивает фатальность этого риска для всего проекта, то есть оценивает вероятность того, что проект в принципе будет закрыт. Ну, а 4 из обязательных рисков, они вот такие небинарные, и, соответственно, мы можем, запустив вот эти вот 500 прогонов в симуляции, можем, опять же, уточнить такую максимальную вероятность завершения нашего проекта. Ну, понятно, что чем больше проект, чем больше сроки, чем больше оценки, тем это может выглядеть интереснее. То есть мы понимаем, что если мы собирались закончить изначально 30-дневному сроку собирались закончить 27 февраля, то на самом деле там сколько-то посчитали, с учетом всех выходных дней, сколько-то буфера надо заложить. С такой методом Монте-Карло, такой расчет буфера проекта. Или, например, опять же, если есть желание, можно воспользоваться просто специальными приложениями. То есть до сих пор это была, речь шла о надстройке для проекта, ну или Excel. А можно воспользоваться, собственно, моделированием по методу Монте-Карло, тоже такой очень быстрый старт, быстрое использование. Например, одно из таких приложений, которые совершенно в бесплатной редакции доступны, это то, что называется, наверное, и на языке оригинала, это называется, Тамара. Тоже ссылка сейчас у вас на экране. Это приложение скачивается, устанавливается, оно десктопное. На самом деле вот таких вот средств, их много. Что хочется продемонстрировать, что на любой вкус, и облачные, и десктопные, и такие, и всякие, и простенькие, и сложные, и для Excel, и для проекта, и для не проекта, для чего угодно. Если есть желание, там, погрузиться в эту тему, почитать литературу, понимать, собственно, как сдаются там все эти диапазоны распределений, так или иначе, это совершенно доступно, в общем, любому, кто занимается управлением проектами. Устанавливается десктоп на это Тамара. Для бесплатного использования требуется регистрация через одну из социальных сетей. Я уверена, что вы справитесь с этим. Ну и, собственно, само по себе приложение позволяет выполнять импорт файлов, которые живут в формате Microsoft Project, вот, например, там тот же 30-дневный ремонт, импортировать, задавать диапазоны потенциальных отборений и, собственно, опять же, рассчитывать с необходимым для нас уровнем вероятности достижения срока, общего срока проекта, рассчитывать ту самую величину буфера. Мы понимаем, что вот у нас исходно, там 14 января все начинается, 27-го, говорила на самом деле, 22-го февраля, да, планово этот ремонт завершается, но мы понимаем, что у нас, ну вот, это в этом файле одна задача, их же может быть не одна, у нас, собственно, влияние рисков по какому-то из вариантов может наступать на этом проекте, выбираем правильное для нас распределение и смотрим дальше результат, что у нас в конце концов с этим ремонтом получается. что у нас расчетная дата окончания, это 22-го февраля, и вот они пошли оценки вероятностей, ну, на самом деле, срок, когда мы закончим этот проект с учетом всех потенциальных рисков. И 22-е февраля – это 5% вероятности, собственно, того, что мы вовремя закончим этот проект. Если нам нужен 75-ти, хотя бы процентный, 75-ти процентная уверенность, то нам срок проекта нужно вот этим буфером, этой псевдозадачей, надо смещать хотя бы, как минимум, на 4-е марта. Ну, и, в общем, мы получаем во всех трех случаях, получаем немножко разные, но очень похожие, и похожие, собственно, на самую простую оценку по Голдрату, оценку величины вот этого буфера. Каким-то образом заложили, каким-то образом заложили этот общий буфер проекта. А дальше с этим буфером, да, можно простым способом, можно более усложненным там, со всеми этими, с привлечением, да, инструментов Монте-Карло. А дальше начинаются приключения этого буфера уже во время мониторинга. То есть потом мы перейдем к реальному выполнению работ на проекте, и риски начнут наступать. Не на всех операциях, но на каких-то начнут. И, соответственно, когда-то мы сможем эти наступившие риски погасить, с сжатием расписания, когда-то не сможем. Когда-то будем гасить вот этим же самым буфером. И проникновение в буфер оценивается в двух разрезах. Не в одном, а в двух. Вы можете оба варианта встретить в статьях про критическую цепь. Это и горизонтальное потребление буфера. То есть мы просто понимаем, вот они наши там 34 дня буфера, и сколько из них мы всего использовали. И это диагональное потребление, они дадут нам разную картину, разную информацию о выполнении нашего проекта. Что такое горизонтальный буфер? На самом деле и горизонтальный, и диагональный предполагают зеленую и красную зону. Горизонтальный буфер – это соотношение между количеством потребленных дней и общей длиной буфера. То есть мы там два дня из 34 использовали. и делаем какой-то вывод. Пять дней из 34 использовали, 15 из 34 использовали, попали в зеленую, в желтую или в красную зону. Делаем соответствующий вывод. А диагональный буфер – это собственно те же самые, зеленая, желтая, красная зона, но это другое соотношение. Это соотношение того, насколько мы выполнили критическую цепь, насколько нам осталось еще работать по этой критической цепи, и сколько у нас осталось защиты времени в буфере. Ну и соответственно, вот этот диагональный буфер – это то, что называется тепловая карта. И проникновение в буфер, оно не в горизонтальном разрезе оценивается, не просто 15 из 34. Мы понимаем, что у нас план проекта выполнен наполовину, а буфер мы использовали практически весь. То есть мы там на основании того, в какой мы зоне, делаем вывод об общей эффективности выполнения проекта. Ну и соответственно, здесь руководитель проекта, он работает не с датами начала и окончания операции, по большому счету, ему все равно, когда началась, закончилась каждая из операций, поскольку это не является предметом контрактных обязательств. Ему важно проект весь выполнить в целом. И он фокусируется на статусе буфера. Собственно, зеленая зона – все по плану. Желтая зона – это то, что называется нормальное отклонение. То есть все под контролем, но могут понадобиться какие-то дополнительные действия. А вот красная зона – это все уже пора действовать. И в горизонтальном и в диагональном на самом деле выделяют еще и черную зону. То есть мы понимаем, что мы только половину проекта сделали. Но поскольку мы ушли уже в черную зону буфера, то есть мы проникли в буфер максимально, насколько возможно. У нас еще только по проекту. у нас еще куча времени вроде как до конца проекта. Но этот проект уже опоздал и уже надо что-то другое делать. Надо пересматривать сколп, надо добавлять ресурсы или делать какие-то более решительные шаги. В том числе, например, закрывать проект. И, наверное, самый важный и последний слайд на сегодня – то, что дает, какую информацию дает руководителю проекта вот этот статус буфера. Во-первых, это, конечно, сигналы раннего оповещения о каких-то проблемах, которые уже возникли или могут возникнуть на проекте. И не только раннего оповещения, но и, собственно, финального итоговой аналитики тоже. Потому что если мы выполнили весь проект, а буфер у нас остался в зеленой зоне, это как минимум означает, что мы сильно перезаложили этот буфер. Это, конечно, своевременное принятие решений, это определение приоритетов при перераспределении ресурсов. Это оценка эффективности работы исполнителя. То есть я могу всегда сказать, кто у меня съедает буфер, кто из исполнителей расходует мой запас, заложенный для всех. Ну, например, так. Это оценка, в принципе, эффективности выполнения проекта, то есть прогресс проекта и прогресс проникновения в буфер. Оценка эффективности того, ну, насколько мы понимаем, да, у нас загорелся там желтый сигнал, мы подготовились к каким-то действиям, пришли в красную зону, предприняли какие-то действия и понимаем, насколько эти действия вообще оказались эффективными, помогло это или нет вернуться в желтую зону. То есть в идеале мы все время в желтой зоне находимся, в этом буфере. Вот если коротко и очень обзорно, не погружаясь там, ну, естественно, не погружаясь там ни в функционал каких-то приложений, ни в статистические подробности, вот насколько позволяет время обзорного семинара, это то, что, наверное, хотелось сегодня сказать. Если есть желание, например, поотслеживать статус буфера в том же проекте, то каких-то хороших надстроек приложений для оценки диагонального буфера, ну, мне не попадалось. Пока, по крайней мере, может быть, они где-то есть, но нет. А вот оценка, собственно, горизонтального буфера, да, это то, что можно посмотреть, найти описание инструкции в статье Алексея Просницкого «Критическая цепь» и «Майкрософт Проджект». То есть здесь реализовано тоже, точно так же, как у Владимира Иванова, вот в надстройке TurboPlan, здесь реализовано настраиваемыми полями, очень подробная такая инструкция, как задаются формулы для настраиваемых полей, как задаются условия индикаторов, оценка, собственно, проникновения в буфер, да, и графическими индикаторами отображения зеленой, желтой, красной и черной зоны, да, и, соответственно, в конце концов, возможность управления в проекте, управления вот этим вот статусом буфера. Ну вот так вот, коллеги, наверное, на сегодня это все. Скажите, пожалуйста, остались ли у вас какие-то вопросы, вот такие, которые можно прямо сейчас быстро задать. Если, допустим, будут вопросы появляться чуть позже, то, ну, всегда есть возможность связаться по электронной почте, адрес электронной почты епавлосомачкоспециалист.ру, ну, и, в общем, будем рады видеть вас на наших курсах по управлению проектом. Приходите, будем со всем этим разбираться уже более детально, на каких-то примерах, на каких-то расчетных моделях, и будем профессионально управлять проектом.